Крещение Руси Здесь насельник Жадовской пустыни Иннок Самуил, в миру кандидат исторических наук, доцент Николай Александрович Федоров, поведал, насколько значимое событие произошло 1032 года назад. По сути, с крещением мы получили свою национальную идентичность. Появившиеся православные храмы и монастыри стали не только духовными, но и просветительскими центрами жизни населения. Именно монастыри были как раз и культурными центрами в тот период времени, потому что именно монахи, монашествующие, они через конечные церковные книги внесли знания и всему остальному населению. То есть храмовность широко развивалась и по всей территории страны. То есть Русь была не государством безграмотно, а было государством безграмотно. Жадовские монастыри местной школы уже давно и успешно сотрудничают в плане воспитания подрастающего поколения. Многие ребята занимаются спортом в монастырском клубе единоборств «Пересвет». Они много раз бывали в обители, но эта экскурсия особенная, говорят учителя. Здесь и сейчас, как нигде и никогда, чувствуется связь поколений и времен. Крещение Руси – дело с инициативой князя Владимира, который в свое время увидел, что только единение спасет Русь. Поэтому монастырь наш Жадовский представляет собой именно то единение, которое сплачивает местное население и воспитывает дух патриотизма. Ребятам более подробно рассказали историю обретения главной святыни обители и всей Симбирской митрополии чудотворной Жадовской казанской иконы Божьей Матери. Также поведали о знаковых событиях из 300-летней жизни монастыря. Отец Самуил ответил на все вопросы собравшихся. Любая экскурсия – это еще в определенной степени и исторические знания, которые ребята приобретают. Естественно, это приобщение к православию, к религии нашей основной, которая в России существует. И чтобы привлечь внимание ребят к тому, что основа нашей жизни – это православие. В конце экскурсии учеников Жадовской школы вместе с преподавателями и родителями ждал приятный сюрприз. Они одни из первых увидели новую роспись в пределах храма, где располагается скит с чудотворной Жадовской казанской иконой Божьей Матери. На стенах главного собора обители художники-иконописцы изобразили всю историю обретения святого образа и всю историю пустыни, вплоть до наших дней. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова